здравствуйте друзья у нас в Санта Круз гости из Киева частично знакомые вам гости значит нас бабушка с внучкой так бабушка представляйтесь ну идем на ходу ну да я бабушка из Киева я с вами общалась зимой так на различных вечеринках так встречались а теперь внучка 2 приезжает сюда здрасте внучка Ева 9 9 лет Ева была неделю в лагере каком-то бойскаутском да или в каком я была в лагере у меня есть кофта специальная так Кабрила Кабрио Юс Корус это хор у тебя да вообще это войске это войск кэмп и там мы делали шоу там где мы поем и танцуем так и мюзикл и там по уровням были разбиты группы собаки самые низкие собаки собаки вас так назвали что не то что они там собачься просто назвали так так это средний уровень и фламинго это самый высокий уровень который все знает я вообще по уровню я вообще сдала на тесте на самую высокую группу но из-за того что моя подруга пошла в среднюю я тоже пошла в среднюю так и потом мы делали фламинго была бы понимаешь а так волком но ничего да с волками быть там где как бы тоже было как одна злая волшебница заколдовала людей волков были настоящие как бы настоящие собаки мы переодевались так и собак да и были фламинго так ты вот это ты исполнишь то так что все так рассказывают обоглечко присядет когда манады или просто поешь а но ты поешь и танцуешь по для мюзикл какой А мюзикл был так, что три ученика, как бы как, это как бы как, по сути как, как Гарри Поттер. Так. Как бы три ученика, Джарри, Аймо и Инка, они учились на волшебников с музыкой, как бы. Мюзик из мэджика, а мэджика из мюзика. Так. И была Рекси Андерсон, это ихняя учительница. И, ну, это же девочка, которая исполняла эту роль, ее звали Мира. Она исполняла и Зуи тоже. Так. По-доброму. По-доброму, да. Да, и я как-то из-за этого относилась к ней как-то так. Сначала ты нас заколдовала. Да, теперь хорошую себя строит. Так. Действительно. Да, хорошо. Это вызывает доверие. Да. Так, ну, спой еще что-нибудь. Теперь я спою песню, которую пели фламинго. Я хочу сказать, что Арии очень сложные в музыкальном отношении. Они разлож... У фламинго это просто сложная музыка для пения. Это вам не Чебурашка и не Пусть бегут. Так. Пусть бегут. Реально сложно. Так. И разложенное по голосам. И повторить это дело не очень-то и просто. Так они в этот певческий лагерь берут людей, которые, может, вообще без слуха. Всех подряд. Абсолютно всех подряд. Абсолютно всех подряд. Только на тесте все все узнают, как по правде. То есть в самой маленькой группе собачек может оказаться человек и 15 лет, который впервые вообще столкнулся с музыкой. Вот у нас такая же ситуация как бы в кемпе, что девочке 13 лет, и она в самом низком уровне. Однако девочка очень хорошо пела, даже соло пела. А какого возраста вообще дети во всех трех уровнях? Как бы во всех трех. От 4 до 15. Да. От 4 до 19. А вот тут какие-то большие девки с досками ходят. Вот бы их взгляд с доской, чтобы они еще и спили. Правильно ли вы? Да. Вот эти тоже могли бы там внизу. Смотрите, если бы они вместе хором пели. Ты знаешь, как классно было? Понимаешь, достаточно 2-3 профессионала на толпу. Так. И толпа звучит профессионально. Так. Когда вот это их технология. Ну, во-первых, за 5 дней людей, в общем-то, совершенно незнакомые просто. За 5 дней подготовить музыку. Ну, это чему? Я, как Ева говорит, отнеслась к этому с недоверием. Но руководительница хора, я забыла, к сожалению, как ее зовут, как раз очень знаменитая. Она очень знаменитая. В том смысле? Это все при поддержке Корнеки Холл. Да. И она, это именно ее технология, она давно именена Кабрия Холловича. Бела везде. Во всех штатах. Да. Ну, там есть учитель танцев. В Канаде тоже? Это необыкновенный результат этого лагеря. Это такая уверенность ребенка в себе и желание это делать. Давайте вынесем это дело в Украину. Нахай вон испывают. Нет. По американским технологиям. Начнем с другого. Вот завтра будет концерт в Санта-Крусе. Другой знаменитой барышни, которая устраивает мюзик-кэмпы теперь и в Украине тоже. Она по всему миру их устраивает. Но это другая. И в России, и в Украине. И вот с теми же технологиями. То есть, ну, это что-то вообще анбеллевое. Абсолютно. Это, говорит, нечего, что я по-английски? Ничего, то, что я скажу. Любимое слово одного из моих знакомых в Америке. Ассан. Ассан, да. Ассан. Да. И дети, конечно, это такой фан. Понимаешь, вот этот принцип обучения вообще-то, что во всем должен быть фан. Да. Не знаю. Не уверена, что так уж правильно. Нас учили, что надо все строго было. Нет, понимаешь, все-таки с молодых ногтей приучаться к преодолению себя. Да. Это тоже важно. Может быть, потому они потом, знаешь, подросткам тяжело. Но подросткам же уже вот. Давайте мы освободим. А, дорога, я думал, там проедут сзади нас. Так. Вы такие две разного роста девочки. Вот вас трудно поймать в один кадр. Тебя на ручках поднимают? Нет, подожди. Встань, встань. Как вам вообще, Ева? Ты не первый раз в Калифорнии? Да, не первый раз. Ну и как тебе тут вообще? Мне нравится больше. Я хочу сюда. Больше, чем что? А я не знаю. Нет, ну ты же в разных странах. Ну ей просто нравится. Ты была и в Греции. У меня больше всего, больше, чем других. Как, наверное, больше всего Испания. Испания? Ну не знаю почему. Потому что море, потому что покупаться. Барселона мы уже получили. Хорошо. Мы, что, в Барселоне погуляли. Но здесь тоже неплохо. Неплохо? Я не знаю. Ну, я... Учиться хотела бы здесь? Да, я понимаю. Мы планируем на следующий год приехать уже на Элемент-Торрес. Я уже понимаю, что вот этот разговор про Калифорнию, где мне больше нравится, я уже понимаю, что где-то там, в глубоком океане, тюлень слышит с бабушки на юбке и говорит, давайте, оставайтесь здесь, пожалуйста. Хорошо. Так, подожди, а что значит в Элемент-Торрес. Она же сейчас... Третий. И пойдет в третий класс. Да. Но меня, как Боб, сказал, что пятый. Представь себе, Миша, мы занимаемся чтением вот таким. Ева берет книжку детскую, читает ее... По-русски? Нет, по-английски. Понимаешь, не понимаешь, ты читай, а ее наши друзья американские поправляют в произношении. Ну, в результате, как бы, вот, Боб наш сказал, что Ева читает так, как у них читают 12-ти лет. В пятом классе. То есть, она бегала читать, правда. Ну, хорошо. Просто неправильно. Вот, Элемент-Торрес. Мы приедем на следующий год, как раз вот в четвертый класс. Там один мужчина, который тоже меня исправлял, он сказал, что я читаю лучше него. А, здоров, комплимент. Вот, это вешается. Так, понятно. Вот, и хотела бы, чтобы годик она получилась. Ну, что же, хорошо, хорошо, английский будет знать. Это да. Мне кажется, что он уже у нее ляжет так хорошенько. Он только поддерживает. Вот там впереди идут девчонки, такие с досками. Давайте я их... Попробуйте! Так, давайте мы их посмотрим, девчонок, как они идут с досками. Смотрите, прям голливудские такие. Ребята, я никогда не видела тут этих водоносцев. Наталья, значит, как гости-то, как киевские гости, как себя? Вели хорошо. Устали, говорят, устали кушать. Потому что у меня одна проблема в доме. Надо кушать, надо кушать, надо кушать. А то они там привыкли, вареники там, с вишней. Ну да, курзе. Понимаешь, какая их тут мясо, мясо. Они не отказывались? Понятно. Это просто вечер, люди ужинают и танцуют. Там приходят на гитару. Да. Приносят. И концерты. Там и актисты приходят, и пианино, кстати, можно поиграть. Как раз. Ну, разные винарнии, разные у них программы. Допустим, те винарнии, которые находятся в Напе, в Калистоге, они там еще более такие большие. Потому что больше производства. Поток народов. И у них поток народов. И каждая винарня пытается чем-то привлечь к себе. Там они устраивают такие, как музеи какие-то интересные. Там антураж может быть очень красивый. Да, очень интересно. А здесь у нас, допустим, возле Сан-Хозе, туристический такой комплекс. И они каждый день, у них сезон, концерты. Приглашают самых знаменитых исполнителей. Под рюмочку. Ты можешь заказать рюмочку, можешь и сам принести. Но это инкогнито. Это неофициально. И вот ты пришел. Мистер Икс. Раз. И говорят, две бутылки. Откуда взялись, непонятно. Так с Украины. Потом чего. А вот в другую вайнери мы ездили. Она поменьше немножко. Там они приглашают и бесплатно даже. А зачем? Приглашают музыкантов, исполнителей. Ну, не такие группы популярные, как в другой вайнери. Так у них просто деньги лишние. Они думают, заходи все бесплатно. Нет, просто когда ты приходишь туда, люди уже знают, что там у них в четверг, в субботу и воскресенье играет музыка. Живая музыка. Новая группа. И ты приходишь туда, заказываешь у них бутылочку вина или даже бокал вина. Может целый вечер сидеть с этим бокалом и потом... Это ж какое извращение это. И ты приносишь свою... Так дело в том, что ты приносишь свою закуску. Не надо ничего у них больше покупать. Купи бокал. И каждый приносит с собой вот эти закуски. Даже если ты заказал вино... Лена, вернетесь в Киев, попробуйте внедрить вот там такую концепцию. Да. Чтобы все ходили к вам со своим закусем. А ты виновна. Поэтому вот... Нужны большие территории, там очень много земли. Знаешь, народу приятно... На свободе быть, да. Простор. Ага. Это все дает... То есть это на улице, не прямо? Да, на улице, на улице. Они там культурно устраивают несколько столиков, накрывают скатерочками вниз. Или ты тогда уже, если не успел занять место за столиком, приносишь свой стульчик там. Кстати, наш... Маунтин, простите, перебивать. Маунтин Вайнери. Там же вся силиконовая долина под ногами. Да. Да, конечно. Да. А вот мы когда ходили на последний... На последний... На последний Вайнери. Да. Последний Вайнери там. И я притащила свой столик пикниковый. Так. Да. Так, за мной люди бежали и спрашивали, где купил, где купил. Представляешь? Потому что этот столик тащится вот так, как бы на колесиках. Так. Приезжаешь, откидывается, пух, вот так два крыла, подставочки внутри там. Знаешь... Для ножек. Ты ставишь этот столик и раскладывается он. Он получается большой. Я, может быть, наших зрителей уже достал советскими анекдотами. Но ты мне сейчас напомнила, как идет чувак по улице. И у него, знаешь, это такая, как пулеметная лента. Так у него, значит, туалетная бумага. Ага. Значит, ну и к нему подскакивает. Говорит, мужик, где брал? Он говорит, где брал, дурачок, с химчистки несу. Ага. Это линкаранская акация. Это что, это у нас на углу линкаранская акация? Света, Света, ты знала? Нет, я знала, что только что красивые все. Но линкарань это как бы Кавказ? Это Кавказ. Но это дерево называется линкаранская акация. И в Крыму, Ялта, весь Южный берег. Так. Он весь в этих акациях. Друзья, у нас тут свой гурзуф. Нет, нет. Понимаете? А я как-то. И своя линкарань. А линкаранская акация. Только они там в Крыму более редко цветут. Вот эти. Она же пахнет необыкновенно. Пахнет потрясающе. Запах Крыма. О, пахнет. Вот эти зонтички в Крыму, они более редкие. Они так вот гроздьями. Ну, здесь в Калифорнии все прет, как ненормальное. Ну, да. Так. Они поначалу белые, потом розовые. И потом на них полуоранжево-желубые. Друзья, а это, друзья, наша дача. Посмотрите, линкаранская акация. И наша дача. И вот гости. Наталья местная. Гости из Киева. А мы понаехавшие. Кардебалет. У нас тут. Лиса. Чего? Гости отдыхают на поляне. Давайте, давайте. Гости отдыхают на поляне. У нас Ева даже купается в леденючем океане. Сейчас холодно всем, а мне жалко. Нам на пикник, пожалуйста. Пожалуйста, приезжайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова